Всем приветики, добро пожаловать ко мне! Сегодня мы с вами отправимся в магазин FixPrice и сделаем там закупку новых продуктов посмотрим, что там можно брать, что не брать в общем, отведаем сегодня новинки ну а я жду ваши комментарии, лайки и обязательно, конечно же, подписывайтесь ведь тут я сама себя не жалею ем все подряд ну давайте, погнали за закупочкой уже ну что ж, начнем сразу с тяжелой артиллерии вижу, тут прибыло в нашем полку гуляш вот такой 55 рублей не брали ни разу я вообще первый раз его в глаза даже вижу индейку 77 рублей далее мясо цыпленка в собственном соку, вот такая маленькая баночка за 27,50, раньше была большая такая банка печень ментая по-приморски 27,50, тоже ни разу не видела возьмем-ка так, из консерв тут, по-моему все новенького, больше ничего нет остальное все по старинушке запить возьмем вот таким соком за 1 литр за 55 рублей, вернее, 1 литр гранатовый азербайджанский надо брать пройдемся теперь по сладенькому что тут новенького, сейчас глянем что-нибудь отведаем о, хрустящий вижу с какао какие-то палочки со вкусу сгущенного молока надо брать точно еще одни какие-то вафельки сливочные вечерние тайны типа вечером съела, никто не узнал 27,50 ну и из конфеток, значит, ореховое царство какие-то скидки появились 47 рублей, оно значит стоит пралине, типа пралине это возьмем тоже еще одни тоже за 47 рублей 200 грамм Irish cream ликерная коллекция я брала такую Malibu сегодня заценим вот это еще и пряники еще какие-то апельсиновые вкусненькие должны быть цветочки 55 рублей тоже возьмем их ух ты еще вижу новая фунчоза тут есть с грибами шиитаки 85 рублей очень бюджетно очень низко и очень, надеюсь, вкусно будет и в холодильнике еще возьму сгущенку вот такую какая-то новенькая видать 55 рублей стоит тоже ее заценю но, в принципе, я все купила целая корзинка достаточно надо так сказать ну что ж, друзья мои начинаем наш дегустейшн сегодня вот с таких чудненьких продуктов как всегда по традиции со сладенького давайте вот такие хрустящие трубочки со вкусом сгущенного молока и еще с какао то есть шоколадные они без обжарки в масло без дрожжей и к чаю или кофе можно а можно и просто так поесть 55 рублей за 300 грамм самое главное они свежие 11 июля сделаны ну, относительно свежие изготавливается Марская область вот такие тут трубочки внутри они такие хрустящие и сгущенка такая у них тут внутри ну, начинка сгущенка да давайте пробуйте очень хрустящие прям так похрусти похрусти ну, не скажу что это сгущенное молоко нет просто какая-то сладкая начинка обычные хрустящие трубочки сладенькие за 55 рублей чудесно к чайку точно зайдут вечерняя тайна вафельки как я и сказала съел и никто не узнал так по-тихому сел в темноте и один 27,50 за 120 грамм в составе конечно же мука дальше сахар белый жир кондитерский растительные всякие масла соево-лицетин и все такое и изготавливает это у нас Москва и по виду тут я вижу вот такие вот маленькие хрустящие вафельки с начинкой сливочной внутри и очень даже все красиво выглядит давайте попробуем ммм эти еще более хрустящие чем трубочки были прям очень вкусные хрустящие и начинка сливочная такая сладенькая и приятная в общем тоже свежие 9 августа сделаны между прочим рекомендую их тоже попробовать очень вкусные вафли и трубочки пока зашли в общем я заметила так что сладости в фикс прайсе еще более-менее вкусные их можно есть но вот дальше поглядим далее вот такие пряники заварные цветок апельсина изготавливает город Киров 55 рублей за 360 грамм значит что у нас тут составим мука пшеничная первого сорта сахар маргарин ага вот зря они это сделали лучше бы просто масло добавили вода эмульгаторы всякие крупа манная разрыхлители и ароматизаторы ну а внутри мы видим вот такой вот пряник он очень нежный очень мягкий и очень такой вот рыхлый ой как он пахнет цукатами апельсином ну а на виду что он свежий потому что он просто вот весь в руках разваливается свежак пряники вообще зачетные очень вкусные прям ну я не знаю что-то мне тут сейчас все вкусно ну посмотрим дальше пряники тоже рекомендую 10 баллов из 10 чудесные на и свежайшие на и вкуснейшие следующие больные вот такие конфетки глазированные с корпусом типа пралине ореховое царство 47 рублей они стоили за 300 грамм ну и внутри вот такие вот шоколадные конфеты орешки немного присутствуют ну и сами они конечно же твердые-твердые я не скажу что они прям супер понравились они какие-то не очень вкус ореха вообще мало присутствует просто вот это кондитерская глазура вот этот жирный жир который туда он обратно у меня эти конфетки мне не понравились и в составе тут сахарная пудра жирка нитерские ну как я и сказала пальмовое масло всякие какао-порошок заменители масла нетемперируемые какое-то тут в общем черти что тут как всегда в общем эти конфеты не рекомендую они невкусные следующий попробую вот такие конфетки айриш крим это ликерная коллекция со вкусом айриш крим 200 грамм тоже 47 рублей стоили по-моему они раньше были тоже 200 в составе сахар рафинированный дезидореливное отбеленное кокосовое масло заменители какао масла ну и тыры пыры растопыры как всегда все одно и то же а внутри вот такие чудесные конфетки их достаточно много этих тоже достаточно много они прям очень сладкие были вот такая тут конфетка внутри сокол с иероглифами голд прям золотая плитка у меня тут и по виду внутри тут тоже типа пралине но жидкая такая начинка ну и пахнет просто каким-то шоколадом не напиться бы тут но ликером тут как говорится даже и не пахнет чуть-чуть совсем вкус присутствует но совсем чуть-чуть ну все если кто-то хочет выпить и прочувствовать вкус это будет вряд ли вернее попробовать но сами по себе конфеты вкусные в общем эти конфетки я бы еще купила разочек-другой мне понравились они пишите в комментариях как вам эти конфеты как вот эти и эти дос ну и разнообразим сейчас мой досуг да и ваш тоже вот таким гранатовым соком азербайджанский гранат 100% из отборных фруктов что-то мне с трудом это верится что навряд ли он будет 100% из отборных фруктов значит в составе сок гранатовый и сахар коротко и ясно друзья мои ну изготавливает лидер это Москва так ну что давайте сначала бултыхнем бултых-бултых вот так сделаем и посмотрим что тут у нас за сок такой интересный вот цвет прям хороший у него настоящий такой гранатовый да как видите все присутствует ну давайте за вашу здоровь это все это все мои хорошие немного кислова в принципе за 55 рублей неплохо но это далеко не настоящий гранатовый сок ну а так вот немного просто побаловаться кисленькой водичкой это можно я бы даже сказала это просто там лимонка немного ароматизатора воды и сахара вот так ну совсем нет но я бы вам не рекомендовала покупать потому что это оба на провокации это не он нет даже и не пахнет рядом далее у нас с вами вот такое сгущённое молоко цельное сгущённое молоко с сахаром в составе молоко нормализованное сахар сахароза и сахар молочно-пищевой мелкокристаллический лактаза и производитель мои соседи Белгород вообще у них хорошее производство мне там они все нравятся сделано 9 июля этого года по виду прям настоящая сгущёнка цвет приятный консистенция не жидкая не густая всё как положено тут и по запаху тоже сгущёночкой пахнет ну что давайте пробовать и по вкусу прям тоже 100% попаданием очень вкусная настоящая всё как положено состав отличный вкус отличный консистенция цена приятная за 55 рублей такая сгущёнка это шикарно в общем рекомендую вам её купить присмотритесь а если уже покупали пишите свои отзывы как она вам мне очень понравилось прям настоящее всё отлично без подделок всяких как есть так есть так запьём теперь кисленьким ну остались наши сегодня герои это мясные консервы давайте пробовать первый пошёл индейка тушёная от фирмы русском в составе мяса индейки вода соль пищевая лук загуститель есть зачем-то перец чёрный молотый примите к сведению что при предыдущем используется молоко ладно это мы приняли уже допустим и город Кладкарина это производит сделано 24 июня этого годика главное что без кости мы сейчас проверим как тут без кости вы видите тут большими буквами написано что без кости 77 рублей стоила вот эта баночка 290 грамм это кстати и не бюджетно между прочим ну сейчас посмотрим ну поначалу мы видим тут одна желеха конечно желехи очень много но тут и написано то что она в желе и дальше вот такой большой кусок тут мяса которое еле вылазит я конечно если честно офигела потому что по виду тут действительно мясо индейки прям вот действительно одно мясо и нет ни одной косточек просто косточек нету реально нет косточек и вы видите вы в шоке как и я я не ожидала там увидеть вот такие вот прям вот куски мяса очень вкусно пахнет хорошо и очень вкусное мясо и реально это мясо это просто мясо я в шоке я в шоке от увиденного не обманули ну даже хоть кто-то честный у нас есть в общем друзья мои берем смело сами видите тут все по-честному тут действительно мясо да желешки много но тут и как бы и мясо нормально все отлично если вы уже такое покупали пишите в комментариях как вам но я бы вам это рекомендовала тоже купить потому что сами видите мясо есть есть а что еще нужно да баночка 290 грамм маловато но и цена тоже 77 рублей в общем качество соответствует цене 100% тут попадания берем рекомендую давно я не видела мясо в тушенке давненько у меня было такого так ну что давайте ладно еще с ключиком попробуем вот такой гуляш по-домашнему от фирмы старкова 325 грамм тут консервы мясорастительность использование мяса из субпродуктов свинины стерилизованный гуляш по-домашнему они называются в составе вода питьевая субпродукты свиные это сердце морковь масло подсолнечное фирмина дезодорированная мука пшеничный лук соль сахар паприка черный перец молотый сделано 3 августа этого года вообще свежак 55 рублей стоила вот эта баночка ну гуляш по виду выглядит просто отвратительно тут не какой-то гуляш а вот какая-то я бы сказала даже суп это суп да присутствует морковка видна мясо какое-то непонятное кусковое даже не мясо а просто какая-то фигня комковая ну и тут конечно же много жидкости очень много жирок конечно тоже есть но пахнет все это не очень хорошо и выглядит тоже не очень презентабельно не знаю даже если бы я кошки своей поставила которые слава богу нету она бы наверное этих консерв давно бы сказала что ты меня кормишь тут она бы это есть навряд ли стала ну а я попробую не фу отвратно в общем с гуляшом вы поняли какие делишки ни в коем случае его не берите никогда и ни за что он отвратительный и по виду и по составу фу гадость конечно вот это даже рядом не стояло следующее вот такое мясо цыпленка в собственном сакун составит мясо цыпленка на кости вода соль пищевая комплексная пищевая добавка загустители ребят три кислотности антикислители и ароматизаторы производят тоже латкарина вот они пожалуйста кости все сюда пошли я догадалась вот так тут 180 грамм 27,50 стоила эта баночка сделана 24 июня этого года это не в один день да в один день это 24 июня произведена мы поняли тут без костей а кости тут будет ну что смотрим мне прям даже интересно порция конечно совсем маленькая тут на один зубок да много желешки присутствует морковочка но и тут есть кусок мяса мясо тоже тут есть кости тоже конечно же имеются куда же без костей есть тут косточки да вот они прям они отдельно лежали отдельно мясо отдельно кости что хотите то и ешьте как говорится ну в общем костей тут много а по факту тут вот такой только маленький кусочек мяса вот все а вот это все это кости и желе а мясо тут вот для вида бросили немножко но она отличается она немного розоватого цвета а индейка она такая вот бледная отличается тоже вкусно индейка по вкусу лучше потому что вот это она какое-то пресное без соли без сахара без специй без ничего мясо это ну если найдете мясо ну и тут одни кости конечно же много костей но это съедобно по крайней мере хотя бы настоящее мясо по сравнению с этим гуляшом вообще какая-то фигня там мяса не было заявлено да ну хотя бы по виду просто это съедобно выглядит ну вот это будете такое есть конечно нет вот ну надо было купить и посмотреть что там вообще друзья мясо цыпленка я бы вам не рекомендовала брать хотя это написано надо брать нет не надо брать там одни кости мясушко вот такое с гульки нос да цена дешевая ну и все на этом все плюсы заканчиваются как говорится я бы не купила нет лучше взять вот эту банку намного лучше сами видите ну и давайте еще попробуем вот такой печень ментая 240 грамм в составе у нас печень ментая измельченная соль пищевая все идеальный состав производит приморский край находка сделана 15 декабря 19 года ему что уже 2 года скоро будет блин он стар как мамонт ну по виду как бы выглядит все нормально приятный цвет консистенция приятная не жидкая но тут видно какая-то уже голубая ржавчина что ли пошла в общем что-то тут уже не то и тут вот сбоку какой-то коричневый что-то на боку что-ли лежало непонятно вот но по запаху тоже пахнет приятно прям рыбкой ну а по вкусу по вкусу соленая печень ментая не рекомендую покупать она невкусная соленая да и горькая не ерунда какая-то пишите в комментариях как она вам ну судя по тому что она валяется 300 лет в обед ее никто и не берет ну а я от вас жду комментарии покупаете ли вы это или нет ну и друзья мои давайте еще отведаем фунчозу очень бюджетная низкая цена потому что у нас она в магазинах стоит 120 130 рублей 150 даже кое-где есть это совсем обнаглевшие а это всего за 85 рублей представляете вот такая баночка хотя по граммам все то же самое с грибами шиитаки новый вкус у нее еще слила кипяточком постояла 5 минут слила водичку добавила туда соус орешки по запаху это то же самое что и до этого было в оранжевой банке да соус они наверное только банку получается поменяли и все с оранжевой на зеленую а так осталось все то же самое ну по виду она тоже выглядит чудесно такая вот фунчозка аппетитная ну давайте пробовать вкус у нее другой в оранжевой банке была другая потому что я ее любила есть а вот зеленый вкус совсем немного другой кто любит фунчозу тоже берем и она кстати немножко остренькая но совсем чуть-чуть капельку ну что же мои хорошие вот так у меня сегодня был обзорчик давайте подвинем итоги что стоит брать а что и не стоит сок я вам не рекомендую брать вот мясо цыпленка тоже не рекомендую брать сгущенку рекомендую берите гуляш не рекомендую не стоит брать печень тоже не рекомендую индейку берем фунчозу тоже берем вот эти конфетки возьмите они вкусненькие да но чуть-чуть совсем там нету этого амаретта я имею ввиду вот эти мне не понравились они мне вкусные ну и вообще нет какого вкуса лесного ореха пряники вкусные хорошие мягкие наисвежайшие дальше вафельки вкусные были ну и хрустящие трубочки тоже с вафлями были вкусные в общем сладости сегодня прошли зачет вот такой у меня был обзорчик что из этого вы уже покупали а что нет жду ваших комментариев ну а я сегодня с вами прощаюсь желаю всем отличного счастливого настроения и пока до скорых встреч до скорых встреч